Всем доброго времени! С вами Асина и да, угадайте где мы? Мы на пирсе Санта-Монике, под этим проливным дождем, довольно зябки сегодня, не так ли? Но ничего страшного, ведь мы давно погибли, ну как давно, буквально пару ночей назад. Поэтому теперь нам предстоит заниматься всевозможной непотребной работой в этой самой Санта-Монике, чтобы хоть как-то пробиться по лестнице иерархической вверх. Ладненько, осмотримся здесь, потому что в прошлой серии мы наконец-то получили Астролит, чтобы наконец-то порадовать Меркурио. Меркурио, бедняга страдал, бедняга очень сильно страдал, его нехило так отметелили, но ничего страшного, я думаю, мы с вами ему неплохо так поможем. С этими ребятами мы тоже со всеми побеседовали, выяснили их проблемы, а теперь давайте-ка сходим сюда, наверх, и посмотрим, что же за волк стоит там, под проливным дождем. Следит ли он за нами, или что? Эй, о, ночной зверь, привет. Знаешь ли ты мое имя или нет? Ну, прощай. Ну ладно, собаку завести мне сегодня не получилось, поэтому будем бежать дальше. К волкам у меня вообще на самом деле очень такое милое отношение. Правда, милое. Странное, наверное, заявление от меня, но на самом деле, так как дача у меня находилась вообще в деревне, в Рязанской области нашей необъятной страны, дача есть там, в принципе, до сих пор. И у нашего соседа-тракториста вместо обычной собаки был приручный волк, и я его очень любила, и его звали Шарик, и он был классный, что еще сказать. Так, хорошо. Чего у нас здесь такое? Игровые автоматы? Игровые автоматы. О, боже, игровые автоматы. Все бы отдала, чтобы поиграть сейчас в какую-нибудь дурацкую игру. Честно, спустила бы всю мелочь. Call of Duty, Call of Duty, игровой автомат. This is so strange. Как бы то ни было. Ладненько. Дневник обновлен. Ну, давайте посмотрим, что у нас там в дневнике случилось. Итак, карнавал смерти. Вы побывали на пирсе и взглянули на место преступления, но ничего не узнали об убийце, с исключением того, что убийство было абсолютно зверским и человечески жестоким. Ну, как бы, да, не особо-то клево все это дело выглядит. Однако, вижу я, что у нас тут скучает полицейский. Привет, представитель закона. А еще, знаете, что я вижу? Что здесь каким-то невероятным образом находится боевая зона. Я думаю, что это глюк, на самом деле, игровой, потому что, в принципе, не должно здесь это находиться. Давайте-ка вы немножечко поистилите. Как ваши дела, дорогой представитель закона? В принципе, в боевой зоне я могу высосать его до суха, но я оставлю ему всего лишь каплю крови. Живи. Ладно, может быть, у тебя дети, семья. Я довольно-таки благодушна по отношению к карающей руке. Так, хорошо. Давайте двигаться, наверное, к Меркурию, потому что заждался нас уже парень. Проблемы у меня такие. Проблемы! Плюс к тому же, может быть, стоит соскочить к себе домой и видеть, что там происходит. Давненько я не играла, уже прошло дней пять. И вообще, если у кого-то сейчас возникают вопросы по поводу того, что серии выходят так редко. Серии выходят редко, банально из-за того, что метко сажусь я только за них. Сажусь я в час ночи. Это вполне нормальное время, чтобы испить кровью из кого-нибудь. Вы так не находите. Может быть, поэтому я осина-найт и практически не сплю ночами. Да, я сплю два-три часа в сутки. И для меня это вполне себе такой приемлемый жизненный контраст. Саперка. Окей, ладно. Мейн-стрит. Чудная, старая, добрая, прекрасная Мейн-стрит, где находится наш дом. Где, в принципе, помимо нашего дома особо ничего классного нету. Воу-воу-воу-воу-воу, какая ты... Слабо сказать, некрасивая, честно. Ты говоришь с кем-то другим, но меня здесь уже нет. Гудбай. Эх, я тебе не отдам свою двадцатку, я слишком ей гаражу, честно тебе скажу. Здешние проститутки наталкивают меня на мысль, что эта профессия давно сгнила. Даже визуально эти женщины выглядят ужасно. Славный мой милый Меркурио, я уже иду к тебе. Я уже здесь, я уже на подходе, дверь отпираю. И ты все еще лежишь в луже крови. Да, проблемы все еще. На твоей стороне ты уже пересек реку, Меркурий. Бум-бум! У меня? Пришлось отправить их в иной мир. А, твоё золото... О, да! Вот твоё золото, Меркурий. Я знаю. Хм... Куда теперь должны ступать мои ноги? Ты должен сделать что-то издевать. А кто поведает мне о складском хозяйстве? Червь скрылся в мутных водах. Нет. Нет. Где темная дочь Януса? Я люблю всевозможные увеселительные заведения. Что можешь поведать мне о темной дочери Януса? А что можешь рассказать о Светлой? Что за шепоты Меркури? Откажи место, но я просто не могу поговорить о таких вещах в front of a woman. Откажи место, ну... Ха-ха-ха, и меня снова станешь похемником. Набросай-ка ты мне ещё один портрет. Бу, точно. Ммм... Червь в чёрном сосуде. Расскажи ещё о леди и её людях. Быстро ноги бог. Ты мой окровавленный дружок. Хм, Лэй, это же так прекрасно. А ещё расскажи мне, пожалуйста, о Санти и её приметах. Ну, достаточно рассказать мне о фигурах на игральной доске леди Моники. Чёрт возьми, опять ты мне будешь верещать одно и то же. Да ничего больше. Меня здесь больше нет. Пока, Меркурий. Пока. Мы, по-моему, получили абсолютно всё, что хотели. Поэтому давайте будем сваливать. Как-то всё скучновато стало. Надо ли заглянуть домой? О, великая имейл. О, великая имейл. О, великая почта. Кстати, извините, если слышите странные звуки, периодически в микрофоне, расстающиеся, точнее, теперь у вас в колонках. Связано это с тем, что... Извините, я покусываю свою серьгу в губе. Я не хочу развивать эту тему, поэтому давайте избежим лишних вопросов. Да, пирсинг, да, изредка покусываю, да, поэтому, возможно, какое-то лязвение. Всё, на этом я ставлю точку. И мы заглядываем в... В сюда. И что же мы повышаем с вами? Я думаю, что нам стоит повысить убеждение. Навык убеждения для меня один из самых важных. Ни хрена мы его повысить не можем. Вот так беда. Хм... Ну ладно, если мы не можем повысить его, то мы можем повысить что-то другое. И в данном случае я хочу повысить ловкость. Очень даже полезная, хорошая вещица. Здравствуйте, молодой человек. Нынче довольно-таки плохая погода. Чего вы здесь ждёте? Что вы здесь стоите? Как ваши дела в конце концов? А-а-а... Что тобой движет, незнакомец? А как же японские машины. О боже, по-моему, мой горшок золота опустел. Слушай, ты не можешь его наполнить? О, я благодарю тебя. Ты такой лапочка. Возможно, нам стоит прогуляться по ночным улицам. Я знаю, что ты не согласишься. На всякий случай скажу это. Окей, меня здесь больше нет. Дело в том, что если бы мы развили навык соблазнения, то мы смогли бы постоянно подпитываться этим молодым человеком, который такой беспечный здесь стоит под проливным дождём. Ну да ладно. Люди мы культурные. Мы всего лишь забрали у него 20 баксов. Неплохо. По-моему, довольно-таки неплохой улов. Так, окей, ладно. Я не буду сейчас заглядывать домой. Пойдём-ка мы сразу в асайлом. Я люблю психиатрические клиники. Знаете, просто потому что... Для меня психиатрическая клиника это, можно сказать, дом родной. Да? Так что пойдёмте-ка потанцуем. Давно, на самом деле, не была действительно в подобном клубе, где спиртное льётся рекой, где странные люди повсюду. Но доводилось, доводилось. Твои слова, безумная симфония, исполненная глубиной и гармонией. Ну привет, дочь Янтс. Ты белоснежная, не целебластра и слоновой кости. Назови своё имя, дочка Янтс. Имя-то своё, назовёшь или нет? Я-у... Имя-то, конечно же, это-то, что это всё-таки мажором. Пока обломки наших личностей вновь не столкнутся. Тоже мне, красавица! У меня как-то больше приличает чувак, странные маски с красными глазами. Ну ладно, как бы дела наши не шли, однако, что приличает всегда человека в баре? В баре? Оговорка. Оговорка практически по фрейду. В клубе? Конечно же бар. Да, все как-то в бирюсах. Как раз в барах. Я ищу дочери Ярмуса. Все нормально? Все острые, порождение великого божества? Я танцовщица. Ты разве не видишь мои фигуры? Жанна, это не проще знать цвет моего ремня. Этот барчик не дурен. Прощай. А барчик-то правда не дурен? Привет, девчонка. Так как я совершенно не могу соблазнить тебя, если честно сказать, я не хочу, потому что ты безумно некрасивая, я скажу тебе только одно. Я тебя с кем-то перепутала. Извини. Что? Мерзкая женщина, просто отвратительная. Мне кажется, я нажала двойку нечаянно. Она меня посылала матом. Да пошла она. Поэтому я возьму и станцую здесь от счастья. Ну, кто еще может так классно отплясывать? Как минимум, бывшие девочки из группы поддержки, не так ли? Поэтому я классная, поэтому я замечательная, и музыка здесь замечательная. Так что давайте, ребята, застрем. Сегодняшняя ночь только наша. О, да. Кстати говоря, если кто-то когда-нибудь будет играть с кланом, с клан-патчем, то можно будет поиграть за клан Джованни, где будет гиб вот этой девушке, которая находится за моей стеной. Да я сегодня в школу беззалазила. Только там все мне какие-то просто наркоманские. Вы находите? Опа-па-па. Ладно, парни, девушки, простите, выписывайте меня, пожалуйста. Так, рисуемся для меня, пожалуйста. Не хочу, не хочу больше, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. Я жду пыль и не пила. Поэтому будем двигаться вперед. Твой город? Насколько я помню, он называется Санта-Моника, а не самодовольная сука. Так вульгарно. Я иногда просто не могу на тебя смотреть, блудница. О, Тереза, ты действительно бросала мой лесный портрет. Просто сногсшибательные колкости. Я всегда знала, что ты можешь смотреть на меня только сверху вниз. Стоит лишь взглянуть на тебя, на чистивую, накрашенную личину. И что-то там. Грех, у тебя стыда нет. Пусть тот, кто без греха разбрасывает обвинение. Давай, насмехайся надо мной. Гремасничай, высмеиваемое поведение. Тебе это идет. Ты просто сплошное, ходящее посмешище. Ты не смеешь называть меня так. Может, мне и утку свиньей называть? Я твоя сестра. Как ты можешь со мной так обращаться? Верно же, Нет? Убегай от правды. Я обо всем позабочусь. Как и обычно. Простите за этот дословный перевод, но как-то я не удержалась. Скорее всего так. А тут старый наш добрый карнавал смерти. Кстати говоря, прекрасная картина. Честно сказать, многое бы отдала, чтобы она висела у меня в комнате. И тут я оглядела свои стены и поняла, что в принципе у меня точно такие же стены. Да, я рисую в странном жанре, наверное, сюрреализма некоторого. Ну ладно. Добрый день, леди. Теперь я познакомлюсь с темной дочкой. Пожалуйста, приезжай. Я извиняюсь за мою дочкой, если это не было тебе неудачно. Она нестабильная, но в клубе, я думаю, что такие личности не нужны. Ммм, ты Тереза? Темная дочь Януса. Прекрати враждовать с червем. Темная. Не хочу вмешивать тебя в твое безумие, вмешиваться в твое безумие, а просто успокой, червя. Дух? Отражение жизни? Это весьма печально, черт возьми. О боже мой, я войду в мир духов, кто бы сомневался, что должно свершиться. А если безделушка не будет найдена? Я принесу тебе поприкушечку, а ты отзовешь свое прокледие от червя. О боже, я отчаливаю к дому у океана. Я сделаю то, что необходимо, темная. Кто бы сомневался, я отчаливаю. Видимо, сюда нам зайти не позволят. Навык взлома компьютеров у нас достаточно низкий. Это наши доченьки с папочкой. Пока страшные ребята, которые подпирают данную стену. Пора нам посетить домик у озера. Именно туда сейчас я направляюсь. Сначала я раздумывала о том, не сделают ли нам какие-то дополнительные квесты. Но теперь думаю о том, что все-таки именно дом у озера. Да-да-да, именно он. А потом же все остальное. Уж попугаемся по полной, не так ли? Уху! Окей, ребятки. Со здоровьем у меня вроде бы все в порядке. Со всем остальным у меня тоже все в порядке. Заглянем в дневничок. Призрак выходит в полночь. Трезель велела вам отправиться в отель Ocean House. Найти какую-нибудь личную вещь, принадлежащую обитающему там призраку. И принести ей. Единственный способ попасть в Ocean House ночью через канализацию. Да я думаю, и днем-то туда довольно-таки проблематично попасть. Ибо вроде бы как отель заброшен давно. Но ладно, ладно, ладно. Полезла бы я туда в реальной жизни. Полезла бы. Просто потому, что это все очень интересно. А в детстве я излазила. Тоже очень большое количество всевозможных заброшенных местечек. И не только заброшенных. Как мы терроризировали одну несчастную бабушку, которая считала, что у нее воруют сливы. А мы просто думали, что она ведьма. И все было очень печально. Итак, ребята, друзья мои, мы снова здесь. И черт возьми, это одно из самых страшных мест в компьютерных играх. Это отель Ocean House. Добро пожаловать сюда вновь. В отель не так просто войти. Потому что, естественно, как заходят в отель, обычно берут, например, ключик. В подсобном помещении, хотя бы даже у прораба. Да, я знаю. Я знаю, что делать. Но это... Это не уменьшает действия того, что нас будут ожидать всевозможные неприятные вещицы. Поэтому... Старый добрый отель Ocean House. Да. Уж как же ты, дорогой мой, похож на тот самый отель из фильма «Сияние». Именно из фильма «Сияние», а не из книги. Не знаю почему. А еще напоминает мне отель «Дельфин» из 1408. Вообще, на самом деле, люблю я фи... Фильм. Я же вроде помню об этом. Люблю я фильм 1408. Честно скажу, ходила я на него в кино два раза. Или даже три. А первый раз изображала вид, что я из какого-то популярного журнального издания. Потому что меня безумно раздражали люди вокруг, которые сильно шумели и мешали мне смотреть. Шатающаяся лампа. Кого ты испугаешь? Может быть, меня испугает этот мужчина, который стоит в коридоре. Черт. Блин. Поверьте, если вы играете первый раз, это очень жутко. Спокойно. Дорогие мои фотографии, я вампир. Давайте посмотрим вообще, кто здесь, в принципе, изображен. Какие-то семьи. Очень странная девочка. Ужасно. Ужасно все странно. Ладно. Хорошо. Все спокойно. Все хорошо. Все хорошо. Если бы не лампа, которая в меня просто врезалась. Черт. Черт. Не смотри. Он наблюдает. Хочет убить тебя. Меня сложно убить. Я уже мертва. Интересно, дорогой мой призрак, понимаешь ли ты то, что я уже мертва? И меня не существует. Как такового живого человека. Тихо, тихо, тихо. Нет, я, конечно, благодарю тебя, звоночек. Но не надо было, пожалуйста, мне в лицо кидаться. Окей, окей, окей. Без истерики. Все хорошо, все спокойно. Хватит в меня бросаться. Надоело. Так. Черт. А теперь вы его разглядели. Вы разглядели нашего прекрасного убийцу с топором. Настолько прекрасного, что я его страшно ненавижу. Ладно. Холл довольно-таки прост. И даже как-то вспомнили старые добрые книги Агаты Кристи. Те же самые 12 негритят. О боже, если вы не читали 12 негритят, то вам срочно нужно это сделать. Открытие отеля. Санта Моника празднует открытие нового отеля. Газета явно старая, потрепанная. И плюс к тому же, как будто бы обожженная. Да-да-да, добрые старые часы. Лети вниз. Все хорошо. Подвальные помещения. Кого пугают подвальные помещения? Только не меня. Когда я знаю, куда идти. Музыка. Так, музыка. Музыка играет у нас где-то тут. Да? Мертвая леди. Здесь ли вы? Я впервые, представьте, поняла, откуда играет музыка. Здесь стоит какой-то проигрыватель. В кастрюле не надо в меня кидаться, пожалуйста. Пусть я... Я плохая хозяйка, но я отсюда убегу. А в отеле отрубленная детская голова найдена в прачечной отеле. О боже мой. О боже мой. Ладно, ладно, ладно. Да все хорошо, все спокойно. Прачечная отель. Она находится у нас здесь. Да-да-да. Как вы думаете, что может положить нам призрак? Только ключ от котельной. А не голову. Чувак. Я забыла. Об этом. Ладно. Добро пожаловать. В котельную. Плохо помню я все-таки сияние. Надо бы как-то перечитать на самом деле эту книгу. С котельной там тоже было связано очень большое количество глав. И в принципе-то... Я тоже иду к тебе. Кто страшнее? Вампир или призрак? Наверное, вампир, если все-таки призрак исчез. Окей, дорогуша, ты не получишь моего тела? Ты не получишь моей несуществующей души. Побежали. Побежали, побежали, побежали. Побежали, 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 побежали. Нет, 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 нет. Я не буду убирать. Все, спокойно. Все, все. Все, хорошо. Не один раз я взрывалась здесь, кстати говоря. Ладно, электричество теперь у нас есть. Отель наполнен светом. И чем это не радость? Это огромная, великая радость. Обеспеченная нам. Поэтому. Смешно. Да, смешно. Оп. Не попадешь, не попадешь, не попадешь. А вот и мертвая леди. Эй, мертвая леди. Что вы скажете? Почему же все-таки вы умерли? Вас зарубил тот мужчина? А кто он был вам? Ваш муж? Ваш любовник? Или... Или почему телефон, который звонил, вдруг взял и ударил меня по голове? Это жизненная несправедливость, леди. И вы еще свалили. Окей, окей. Я уже привыкла, что каждая вещь здесь любит ударить меня по голове. Новое тело. Полиция сообщает. Второй ребенок разрублен на куски. Странные все-таки газетки здесь уходили. А я туда не пойду. А я туда не пойду. Я лучше схожу куда-нибудь. Сюда, например. Ясно. Дверь здесь закрыта. Ой-ой-ой. Эй, ребятки, ребятки, только не швыряемся, не швыряемся в меня. Спасибо. Молодцы. Get out. Убирайся. Ключ от номера. Куртиша благодарю. Хоть что-то полезное, но мы взяли. И да здравствует окровавленная леди, которая у нас появилась впереди. Не хочу себя сама пугать, но у нас сейчас к холодильнику прилеплен очень страшный рисунок. Почему он страшный? Там тоже изображено 4 человека. В принципе, нас живет дома через четверо, но только изображен один из людишек. Рисовал трехлетний мальчик, который является моим племянником. Наводит на подозрение, что, возможно, четвертый из нас. Это какое-то порождение сатаны, дьявола, ада, не знаю, чего-либо там ни было. И вообще, Владюха себя очень странно в последнее время ведет. Благодарю тебя за указующий перст. Но как бы хотелось посетить и здешнюю комнату. Представьте себе, все-таки номера абсолютно без окон. Это вообще как? Человеку всегда нужен свет. Без света человек очень плохо существует. Ладно, все, 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 я не хочу здесь находиться. Я хочу в бар. В баре всегда все тихо, спокойно, нормально, мягкие сидения, выпивка и все хорошо. Самоубийство убийцы. Убийца из отеля, возможно, устроила пожар. Опять же, вспомним старое доброе сияние, где персонаж Джека Николсона приходил в бар, напивался, долго разговаривал с барменом, которого банально не существовало. Срочно, срочно смотрите, кто вообще не видел, кто не любит Стивена Кинга, но хотя бы мечтает о том, чтобы посмотреть хорошее кино. Или любит Стэнли Кубрика, что является тоже немаловажным фактом и немаловажным плюсом. Окей. Кухня. Помоги мне. Дневник. Это обугленные останки чего-то похожего на дневник. 05.30.1958 года. Вы представьте, сколько времени прошло. Только что приехали сюда, в отель Ocean House. Проводим недельный отпуск в Санта-Монике. Эд заказал номер к открытию отеля. Это чудесное место, почти волшебное. Дети весь день купались. 05.31.1958. Первые два дня почти безупречны. Разве что Эд постоянно допытывается насчет медальона, которым ее прислала мать. Похоже, он считает, что это подарок поклонника. Эд обычно славный, но иногда его заносит к ревности. Надеюсь, завтра он успокоится. 06.01.1958. Сегодня солнечно. На небе не облачко. Эд слегка на взводе продолжает гадать, кто этот мой новый приятель. Глупый Эд. 06.03.1958. Утром был пикник для постояльцев отеля. Печатляющее мероприятие. Эд был не в духе. Не знаю даже, как убедить его, что он моя единственная любовь. Он только однажды повеселел при разговоре с дворником. Мальчишки и их игрушки. Метла, что ли? 06.04.1958. Нам осталось всего два дня. И слава богу, что мы наконец едем домой. Эд не разговаривает со мной и детьми. И я неоднократно видела, как он стоит в ванной, вставившись на медальон в руке. Боюсь у него срыв. Я говорила, что мы можем вернуться домой, но он только качает головой. Даже не смотрит на меня. Я просто хочу вернуться домой. Эд ушел рано этим утром, и с тех пор я его не видела. Еще сейчас придется звать менеджера отеля. Эд-младший, несмотря на мои возражения, отправился поискать его в подвале. Надо будет отправить Тиффани вниз за ним. Если... Постойте, кто-то стучится в дверь. О боже, Эд! Весь в крови идет убить меня. Заперлась в ванной, он свихнулся. Непрестанно орет. Мы будем вместе вечной. Он не даст... Он не даст мне уйти. Кто-нибудь, пожалуйста, помо... Запихись уходит за край страницы. Ребята, у нас все закончилось очень плохо. Я вооружусь сковородой. Я не могу взять сковороду. Он идет к тебе. Окей, 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 окей. Бугл, бугл, девочка, девочка. Бултергейст. Вещь такая. Даже вампиру. Может, как-нибудь... Скрыться, что ли? Эй, старый добрый бултергейст. Пожалуйста, успокойся. Глупый, глупый полтергейст. Все. А давайте посмотрим, может быть, здесь что-нибудь есть. Ну, кроме плошек, кастрюль... ...до сковородок, я здесь ничего не наблюдаю. Так, ладненько. Сейчас у нас не самая приятная будет поездка. Странно, вот не могу я передвинуться. Тоже такой глюк игровой. Давайте сохранимся. Ибо есть на то причина. Дохла я здесь не один разок. Не, будь осторожнее. Оп. 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 Вот такого вот рода смерть происходит время от времени. Недаром я сохранилась. Банально, потому что лезла я криво, и я это осознавала. Хорошо. Хорошо, хорошо. Дубль два. Спасибо, мой дорогой. Остарок. Оп. Ничего страшного. Сейчас я вижу. Дурацкий лифт. Глупый, глупый, глупый лифт. Не надо было меня так пугать. Продолжаем поиски. Хорошо. Мы на верхних этажах. И здесь у нас, по-моему, гораздо больше интересненького. Ко мне пришел кот. Но только с ним я сейчас как-то не очень хочу сидеть. Так, здесь у нас абсолютно пустой ящик. Спасибо большое. Потому что, кстати, в первых версиях игры, по-моему, в этом ящике находился медальон. Сейчас он здесь отсутствует. Ну, ладненько. Все на свете существует. Раз отсутствует, значит, так оно и должно быть. Убийство не раскрыто. Отец или мать могли быть убийцами в отеле. Так. Ээээ. Не то нажала. Эээй. Славные призраки. Где вы? Это как будто бы тринадцатый этаж. Действительно, в отеле Дельфин. Ничего. Я даже не паникую. Зато, когда я играла первый раз, уж поверьте, у меня душа в пятки уходила. Было действительно жутко. Тем более, я играла глубокой ночью. Тихо, 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 тихо. Хватит бить меня. Эй, вы. Дурацкие. Дурацкие привидения. Хватит меня пугать и хватит меня бить. Большая такая комнатка. Наверное, отель. Фу, отель. Наверное, комната люкс. Еще немножко напоминает тот самый отель, в котором были Джеймс Сандерленд вместе с его женой в Сайлент-Хиле во втором. Так, ребята. Теперь у нас самая тершовая ситуация. Бежать, 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 бежать. Сейчас дохну. Дохну. Капец. Быстро надо выпить крови, которой у меня нет. И чего делать? Ладно. Оп. Оп. О, боже мой. Я прошла это с каплей. С каплей здоровья. И я вижу свет. Я наконец-то оказалась днем. Пусть это галлюцинация, но я вижу день. И может быть за этими окнами солнце. Может быть там зеленые листва. Там небо. То, что я совершенно не могу больше увидеть. То, чего я лишена. И я беру кулон. И снова оказываюсь в этой ночи. Где лишь свет маяка и ночное небо над головой. Да. Вот так вот закончилось наше приключение в отеле Ocean House. Оно было довольно-таки простое. Потому что на самом деле это легкое приключение. Что не сказать. Но очень-очень-очень атмосферное. То есть если играете первый раз, то вам не просто это понравится. Вам это очень сильно понравится. Потому что это не только здорово. Это интересно. Это красиво. Это банальная такая история о привидениях в старом заброшенном месте. но в то же самое время обладающая своей собственной душой. Так, ладно. Осталось отнести это кале Терези Терези Ворман. Она же его так хотела. Зараза, блин. Заставила нас пережить такое. Ну, Тереза, если тебе не понравится, то ты будешь первый в списке, кто у меня сгорит в лучах рассвета. окей. Осталось выбраться наверх и посетить снова наш замечательный прекрасный клуб. Только вот делать мы это будем уже в следующей серии. А на этом моменте я буду с вами прощаться. Да, да, да. Ставьте пальцы вверх, если вам данное прохождение нравится. Я надеюсь, что это так. Пусть это даже и второе прохождение по этой игре. С вами была Осина. Всем пока-пока.